Всем привет, меня зовут Софья, вы на территории полезного контента И сегодня новая рубрика новости дизайна Возможно, она станет постоянной, если она вам понравится Пишите тогда это в комментариях Или ставьте лайки, по ним мы тоже поймем, что вам такое видео зашло Первая новость это новый норвежский паспорт Очень вообще классно, когда такие вещи, которые устаканились Начинают обновлять и обновляют не с помощью каких-то, я не знаю, государственных сил, если такие существуют А за это берутся реальные классные компании Собственно, так получилось и у Норвегии У них в чем вообще есть фишка? У них получилось три цвета паспорта в зависимости от их назначения Есть дипломатический, рядовой гражданский и белый Он получился, сам паспорт, очень минималистичным, на мой взгляд Вроде как и есть герб страны, при этом есть какое-то описание Блин, выглядит он прям современно и классно Мне, по крайней мере, это точно нравится А сам креативный директор студии НО, которая, кстати, разрабатывала этот дизайн Он полагает, что успех разработки нового паспорта заключается в том, что студия отказалась от формальных и исконных представлений об этом документе Ну, собственно, о чем я и сказала, что он не похож на стандартный паспорт Он обновленный и современный Наверное, хочется, чтобы и наш обновили, потому что тоже немножко заколебал Вообще классно, когда что-то обновляют, всегда приносят что-то новенькое в нашу жизнь Вторая новость, ну, уже не сильно новость, но вдруг кто-то не знал А Пантон наконец-то объявил цвета 2021 года Мне, честно, вообще они не нравятся, потому что желтый я не очень люблю Сочетание желтого и серого, ну, для меня вообще какая-то неприемлемая штука Но, видимо, кому-то заходят Здесь очень смешные прилагательные подобрали Здесь, значит, союз цветов выражает позитивный настрой, поддерживаемый силой духа Комбинация цветов дает людям стойкость, чувство задумчивости Но в то же время надежду на то, что все станет светлее и дружелюбнее Я не уверена, что вот это все возможно с помощью простого сочетания двух цветов Но, ладно Пишите в комментариях, что вы об этом сочетании думаете Я уже свое мнение сказала И будете ли вы использовать в каких-то своих дизайн-проектах это сочетание Я уже, кстати, видела несколько кейсов, которые используют именно эти цвета Но я, скорее всего, не буду так делать Я как-то не решаюсь на эти оттенки, они мне не близки Третья новость, это обновление фигмы Здесь аж 5 новостей Все-таки идея рассказать в новостях про обновление фигмы была не очень хорошая Потому что в итоге это выглядит так В фигме обновились бла-бла-бла и бла-бла-бла, а еще бла-бла-бла Просто если не показывать вам, что там обновилось и как с этим работать То это не имеет никакого смысла А если начинать показывать, то это совершенно отдельные ролики Именно поэтому обновление фигмы покидает рубрику новости Следующая рубрика, назовем ее что-то на богатом В 2021 году выпустили новую операционную систему для macOS Big Sur обновили дизайн Мне он внешне нравится, вышло неплохо Там, кстати, используют стекломорфизм Но Apple обещала это сделать еще летом 2020 года Я уж не знаю, что они там так долго делали Но не знаю, может быть, очень много итераций они предложили Поэтому все было так долго Что Apple заявляет? Что дизайнеры позаимствовали многие элементы у iPhone и iPad Все элементы в интерфейсе занимают меньше места Углы их красиво закругленные Кстати, да, закругленные углы мне нравятся И добавлены элементы прозрачности и обновлены цветовые схемы Еще, кстати, появились звуковые эффекты При включении, при ошибках Нет, по-моему, при ошибках были Короче, добавились новые звуки Которые для меня были сначала непонятны Я не понимала, откуда они вообще исходят А последняя новость Это полезное приложение Полезный сервис Это Screen Bean Он помогает автоматически создавать шоты для Dribbble То есть теперь мы ничего не делаем Хоть это и в целом занимало не так много времени Потому что там нет никакого особенного оформления Но все равно Теперь все можно делать автоматически Вы закидываете туда любой скриншот И система автоматически сгенерирует шот Автоматически генерируется цветовая палитра Закругленные углы картинки Ну, собственно, как все шоты на Dribbble А также несколько фоновых режимов Обычный, с градиентом, с тенями И игривый фон Это круги разных размеров, разбросанные по фону Я, конечно, надеюсь, что вы молодцы И можете сделать эти шоты самостоятельно Но иногда это, правда, не стоит того Ну, потому что все однотипно И что выпендриваться Ладно, кейс на механсе красиво сделать Но шоты это обычно один маленький квадратик Ну и как бы что особенно заморачиваться Новости закончились И вполне возможно, что эти новости уже не новости Но, может быть, просто кто-то реально о них не слышал Повторюсь, что если рубрика вам понравится То мы будем ее продолжать Будем находить там и новые сервисы Какие-то полезные Может быть, я даже буду рассказывать про тренды Которые появились именно здесь Ну и, конечно, про сами новости, которые происходят Так что будем ждать ваших лайков Ваших комментариев А я с вами прощаюсь Увидимся в новых видео Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»